От пациентки, болезнь крона, боль слева от пупка и выше, температура, учащенный пульс и чувство страха, уже полтора года, болезнь крона с резекцией леоцейкального угла и части тонкого кишечника с множественными стриктурами. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациентки 26 лет, дата исследования, 16 апреля 2021 года, область исследования, брюшная полость, при анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, в легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены, желудок обычных размеров, правильно расположен, печень увеличена ККРПД минус 164 мм, ККРЛД 104 мм, контуры четкие, ровная и нативная плотность плюс 54 плюс 78 хаунсфилда, портальная вена диаметром 13 мм, желчные протоки не расширены, желчный пузырь, обычных размеров, правильной формы, рентген-контрастные конкременты не определяются, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов, поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузна неоднородна, плотностью плюс 37 плюс 69 хаунсфилда, вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, надпочечники не увеличены, обычной структуры, почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны, рентген-контрастные конкременты не определяются, визуализируются немногочисленные паратрахиальные лимфоузлы размером 14 на 12 мм, свободная жидкость в брюшной полости не выявлена, при внутривенном болезненном введении контраста, очаги патологической воскулиризации не выявлены, паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей, обращает на себя внимание верхняя брызжеечная артерия, угол ее отхождения 18 градусов, аорто-мизентериальное расстояние уменьшено до 5,5 мм, почки накапливают и выделяют контраст своевременно, мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены, заключение, КТ, картина гипотомигалии, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, увеличение единичных паратоортальных лимфоузлов, КТ-признаки синдрома Уилки, верхней брызжеечной артерии, рекомендована консультация гастроэнтеролога, 23 апреля 2021 года доцент кафедры КМН КОТ-ФМА. Комментарии врача-рентгенолога. Собственно, энтерографии на данном исследовании нет. Подготовки кишечника нет, его просвет не заполнен жидким контрастом и достоверно что-то сказать по нему невозможно. Обращает на себя внимание увеличение печени и диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы. Также верхняя брызжеечная артерия отходит под острым углом от аорты и идет слишком близко к ней, при этом компримируя, поджимая двенадцатиперстную кишку, что может вызывать боли в верхней половине живота. Это называется синдром Уилки. С этим вам имеет смысл показаться терапевту. Вопрос пациентки. Можно ли узнать у доктора, часто ли встречаются подобные картины в его практике, и лечит ли данный диагноз в Мечниково, какой специалист-гастроэнтеролог или сосудистый хирург все-таки? Ответ КМН Котова-ЭМ-АМ. Таких пациентов немного, но бывают с завидной регулярностью. Это лечит гастроэнтеролог, в Мечниково он тоже принимает. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА